Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнаваемы и любимы. Их создавали в своих работах и взрослые, и дети. Вход на выставку свободный. Она работает каждый день. Первый этаж областной библиотеки. А знаете ли вы, что у нас в Самаре есть музей «Русский быт»? Расположен музей в детской библиотеке народов Поволжья. Здесь представлены предметы быта русского народа, крестьянского и мещанского сословия из сел и городов Самарской губернии конца 19-го, начала 20-х веков. Мебель и прялки, ручные маслобойки и кухонная утварь, столовые приборы и ручники, традиционная одежда русского, татарского, мордовского и чувашского народов, а также куклы в национальных костюмах. В субботу – выходной, а вот в воскресенье музей работает с 10 до 6. Адрес – улица Ленинградская, 73А. Самарский академический театр драмы представляет историю лошади по повести Льва Толстого. Пеги мерен холстомер, необычный, не такой, как все. И эта необычность становится причиной всех несчастья в жизни лошади. На сцене драмы не конюшня, а танцевальный зал. Музыкальные и танцевальные номера – все энергично и динамично, по-авторски необычно. История лошади, Самарский театр драмы, 22 октября, 18.00. В музее Модерна, расположенном в усадьбе Курлиных, продолжает свою работу очаровательная выставка «Женская мода в стиле модерн» из коллекции фонда «Историка моды» Александра Васильева. Экспозиция посвящена моде конца 19-го – начала 20-го веков. Платья и костюмы, накидки и пелерины, сумочки и зонтики, бинокли и шляпки, туфли и веера – все это безумно хочется рассмотреть и примерить. Почему у всех манекенов на выставке талия 50 сантиметров? Зачем модницы начала прошлого века переодевались по 7 раз в день? И для чего использовалась зеленая пудра? Ответы на эти вопросы вы получите в музее Модерна. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения! Субтитры создавал DimaTorzok